вот сегодня 3 июля уже ребята с утра поработали попилили и начну что-то порубил долгожданный звонок и и и и Сборо получилось. Где Маша-то у нас? Она тоже бежала. Вот она. Так, лаковато скатай за стол, чтобы он видит. Боже, милости будем и грешим. Сознал мне, Господи, помилуй мне. Вячеславец и грешил, Господи, прости меня, грешим, помилуй. Замолиться святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле, хлеб наш насущен, дашь нам днесь и оставь нам долги наши, Яко же и мы оставляем ложником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и наиприсно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Замолиться при чистоте Матери всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божья милость, и будь не грешим. Создав мне Господи, помилуй меня. Веча Слава согрешил. Господи, прости меня грешим и помилуй. Утро хорошее сегодня было? Да. Прекрасно. Кто плохо работал и совсем не работал? Выходи сюда. Почему не работал? Играл палкой. Палка острая, перед глазами крутит. Опасен. Лучше, когда ты в стороне стоишь. Совсем. Ты знал, что кто не работает, тот у нас и не должен за стол садиться? Знала. Знала. А почему же так делал? То есть ты не хотел есть, да? Нет. Ну давай, решай. Три горящих тебе за то, что не работал, или без обеда остаться. Что избираешь? Три горящих накажу, тогда можно есть. А если не без наказания, тогда без обеда. Что тебе лучше? Без обеда или без наказания? С наказанием. Не горячих. Что ему лучше горячих? Не горячих. Молодец. Прощай, садись и ешь. Люблю героев. Становись. Но больше так не делай. Что, в начале работает? Работа. Он перед девушкой показывает, какой он мастер крутит все это. Ну понятно, сильный, крепкий, он растет, живет настоящий. Но в другом месте. А тут пока машешь, на одну невесту меньше будет. Уложишь ее на место, палкай-то. Так. Иди-ка ты сюда. Или все так не делай. Иди сюда. У меня с твоей мамой была переписка. В Крынике Лена. Знакома? Знакома тебе? Да, это моя мама. Твоя мама. Она думала, мама, надеялась, мечтала, как она пишет, что ей преподадут здесь крещение. По-другому я сказал, крещение вам не может батюшка преподать. Он вас не знает. Он говорит, я ее не знаю. Она к нам не ходила на богослужения. Один раз была и все. У нас человек ходит от трех до пяти лет, не пропуская богослужения. И мы с ним беседуем. Он пишет заявление, что желает принять крещение. Ему даются два поручителя, с кем близко. Сам выбери. В университете. Аудитория большая. И два человека тебе надо будут приходить там разговаривать, узнавать на работе, на учебе где. И, допустим, прошло время. Ну, это за тех, кто с мира приходит. А кто из церкви, в церкви уже ходил. Разговариваем, смотрим. Бывает несколько всего. Володя, подсоедини, потому что тебе потом идти надо будет. Вот чтобы получилось так, как надо. По времени. Она уже все знала. Ей проходить не надо. И бывает несколько месяцев. Было даже несколько недель. Подали заочную. Ставим программу. Человек приезжает. И церковный приходской совет. Иногда десять человек и два поручителя. Двенадцать человек. Задают вопросы. Ну, решают. Голосуют. И это голосование относят батюшки. Но это все рекомендательный характер носят. Батюшка сам решает. Мы все десять проголосовали против. А батюшка скажет, а я ее крещу. Это его дело. Но за это отвечает уже он. Но пока ни разу так не было, что батюшка пошел против. Он знал, что здесь все обдумано. Здесь все как надо сделано. Однажды было так. Одна девушка была. Она социологический факультет. Училась в университете. Государственный Университет. И матушке там помогало. И понравилось тем. Поэтому дверь как бы приоткрывалась. Но проголосовали так. Двое за там, а восемь против. Мы батюшки ответили. А почему? А то все они делают так, как ты сказал. Ну, я говорю, нет, они сами. Ну, пусть они сами напишут. Без твоего влияния. Вообще разумно. Я сказал, работа отменяется сегодня на целый день. Иди туда, ты иди туда, туда. Все в степь идите, пишите. И батюшке принесете, почему вы проголосовали против. То есть совершенно от меня независимо. И все отдали в мателировку, что вот она не готова. Она так. Она плакала. Потому что мать у нее уже приняла крещение. Тут у нее нерядицы были в семье. Их отец оставил, уехал в Москве жениться. Ну, как бы то ни было. Батюшка согласился. Проходит год, она приняла крещение. И сказала хорошо, что меня не допустили. Я была не готова. Потом получилось так. За нее посватался из старообрядцев. У другого города. Батюшка говорит, благословить вас Бог. Потому что там священство есть, все как есть. А у них так. У старообрядцев проповеди нет. А через смешанные братья. Вот она не знала никогда. Вот она рядом, соседка. Он женился на ней. И ее довершают называют. Она крещеная. Полно погружения. Но они довершают. Довершают. Там тазик. Там ноги поставят. Что-то еще. Мазать будут ее. Она должна теперь не признавать. И она Крыштадтского. Прямо щуки под пляткой. Игнатия Вленчанина. То есть за 300 лет которые святые были. Или Пиапана Захворника. Никого чтобы она больше не признавала. И в Никольянскую эту церковь не ходила. Это не церковь. Там и ересь и прочее. То есть богохульство. Принимают через богохульство. Серафима Саровского не признавать значит. А кого признавать? Аввакума. Который учил своих. Если папа зовешь. Так внутри двора яму выкопать. Прикрой ее. А туда поставь коле. Застри кверку. Чтобы поп упал. Пузо пропорол. А ты бегай вокруг. Я говорю. О Пашка. Я не знал что тут яма такая. У себя во дворе он не знал. А ты их наставник дает. Это печатается все. Официально. Они не отрицают. Кому подражать. Или Серафиму Саровскому. Ну. Вот так они довершают. И приобретают душу. Он ее вывел. Она приняла крещение. И разошлись. Крещения никакого не было. Что то он начал там. Задевать. И она вышла замуж. Замирского ушла. То есть потерянная душа совсем. Потеряна. Потом ребенок у ней неживой родился. Ну. Неприятности. И брат такой играл много в компьютеры. Совершенно как ненормальный. На пенсии там уже не работал ни одного дня. То есть трагедия. А она заложена была еще там. И на второй год. Когда приняли крещение. Видимо это все сказалось на ней. Так вот у тебя. Тебе не запрещено. Но я сказал мама. Девочка несовершеннолетняя. Может быть от меня надо будет убрать это тело. Вот. И чтобы мама дала разрешение. Напиши. Я разрешаю. Чтобы она приняла крещение. Вот. Естественно. Это всегда так было. Несовершеннолетие ребенок могут просто за это батюшку ухватить. Хотя сейчас вроде такого нету. Но может быть. Ну и тем более она сама может сыграть на этом. Потому что уже заскок этот был. Я говорю. Скажи. Я прошу. И благословляю ее принять крещение. Но раз ее не допустили. Она тогда. Вику домой присылайте. Нечего ей больше там делать. Раз крещения нету. Как крещение и пребывание. Дома делать нечего. Одна. Шестеря ребятишек. Последний ребенок маленький инвалид. Сердечник там вот так. Операции уже делали и прочее. Ее дело. Тебе нравится здесь? Да. Ты домой торопишься? Нет. Нет. Поэтому связаться с ней сейчас. Чтобы она с матерью не переговорила. Что мать благословляет. И написала она мне это в скайпе. Чтобы осталась память. Я тогда сниму оттуда копию. Мы идем законным путем. Мы не нарушаем ни права человека. Ничего. Но она несовершеннолетняя. Может она желает. Она может покреститься. Не отказано. Но мы уже знаем человека. И поэтому очень осторожней. Нас в этом нельзя судить. Мы говорим. Покровский собор есть. Есть много храмов в Барнауле. И там вы можете креститься. Она мне высказала. Это Бог, который не судит никого. А вы судите. Бог как раз судит всех людей. Тут она уже взяла. Бог только помогает любовь. Да Бог уничтожает весь мир. Он говорит. Я устал миловать. 15-6. Считай Еремею. Устал. И поэтому относительно тебя вопрос такой стоит. Если с мамой сейчас не переговорить. Ничего не будет. Сегодня вечером я тебя отдам барабашам. А утром ты будешь в городе. А сегодня третье. А у нас до 2 августа. И как я понял Марина может остаться дольше здесь. С ней можно остаться дольше и до 28 августа. Чуть не 2 месяца будет. Держу бесплатно. Ни копейки. Питание хорошее? Да. А уже после крещения 13. У нас будет молостное. Молоко, творожники. Тут все у нас будет. Сметана на столе. Иногда батюшка дает мясо. Но мы не едем. Мы иногда варим. Даем. Баранину. Игорь дает говядину. Нам не нужно. Не нужно это. Но это будет. Я считаю это правильно будет. Татьяна Кузьминична разговаривала с мамой Вики. И говорит в разговоре. Она несколько раз сказала зря я Вику туда отправила. Вот видишь как. Она ее спросила почему зря так. Почему вы так стали считать. Но она ничего не ответила. Повторила что зря отправила. Это уже коварство. Но перед властями еще никак нельзя нас задеть. То есть это может быть полное предательство или вредительство. И поэтому я осторожней не зря. А она написала бумагу что Вику отдали? Написать бумагу. Чтобы она написала. Когда она нам ребенка давала она бумагу предложила. Ну еще она написала. Она последний день ее дала и все. Какая там бумага. Она пришла и. Ну видишь как поступают люди. Возьми. Корми обиходь. Сохрани. Мой. Ты кое-что взялась за одежду тут? Да. За одежду взяла. Это все бесплатно. Почему? Ради Христа. Ради Бога. Она нуждается. И ее без помощи не оставляем зимой. Помогаем. Продуктами. И никакого секрета то нету. Это все ясно. Ну и сейчас что конечно. Ах она так с нами поступила. Я ее. Я не могу так поступить. Это. Мое дитя. Ей нравится. Она коллективная. Она теряет все что вчера я считал. 25 причин. По которым уезжать не надо отсюда. Это все на ней там будет. А там братом я. Старший. И проще. У нас первое. С ней хорошее отношение. Она приехала. Почки больные. Почки больные. Это серьезно. Я говорю. Без таблеток. Сразу батюшка дал березовую соку. Я дал меду. И так было. И каждое утро за час она. Две недели прошло. Она ничего не болит. У меня ничего не болит. И играют. В футбол. Бегают. Еще там у нас это соревнования. Кто бы зря кружку воды пронесет. Не прольет. Как они носились. Видела? И она там бегала. У нас хорошее с ней отношение. У нее со всеми хорошее отношение. Она работает. И бегает. И ягоду как может собирает. Но надо все таки так. А если мать скажет. Не медля домой. Мы должны починиться. Я ее отправлю. Мне жалко это. Не хочется. Она прижилась здесь. А потом при этом она. Ее видно. Здоровья человека. А еще почти два месяца. Как бы тут закалилась то. Ходим босиком. Тут еще. Или большие травы. Там ягода большая будет. Можно найти будет. А сейчас берем на косогоры. Где она подгорелая. Так. Связать с ней. Сможете? Набери. Сейчас? Конечно сейчас. Сейчас. Мне номер дайте. Я сейчас об этом говорю. А у нее номера то нету. А? У Гали номера нету. Номер нужен. Елены. Елены? Да. Так у вас еще нету? Да у меня номер то есть или нет? Дайте мне номер. У вас то есть? Ооо. У меня нету. Ну-ка слушай. Подвойми телефон и позвони. Володя. Набери. С него возьмешь тогда. Я даже не знаю есть или нет. Я то не звоню. Никому никогда не звоню. Звоню только когда ехали, застряли и так далее. Я не люблю звонить. Дай. Возьми у него. Сейчас. Подождите. Нету? У кого есть ее телефон? А ты знаешь маму телефон? Нету. Нет. Ну видите. Мы поступаем так как принято. Что было без нарушения устава. Без нарушения ее свободы, выбора. Я Татьяну Кузьминичную знаю. Ну а? Узнаю Татьяну Кузьминичную сейчас. Да нет. Подожди. Еще нету? Нету. Нету. Давай Татьяну Кузьминичную бей. А я здесь посмотрю. Чего рыжим? Сейчас я узнаю есть или нет. У меня карандаш есть, Марина. Доброе утро, Питанечка. Записывай. Вы можете мне дать номер телефона? Номер телефона, скринник Елены, дайте, пожалуйста. Я сегодня маме ответил, вчера, и она сразу же, присылайте ее домой, а то, что я говорил, от нее требуется, она как будто бы не слышала и не видела, что ей не отказано. Она уже берет, она ей отказана, и поэтому ей делать там вещи. Она приехала не ради крещения, а ради отдыха, работы, все, что у нас положено. Хорошо. Мы приняли ее как драгоценного гостя. Проще всего, я бы сейчас гольнул, завтра там будет она. Звоним? Конечно. Конечно. А как у нее учиться? Не нужно? Не знаю. На скринник поставлю. И она нашла батюшку в этом, Коробейникова, светлой души. Вы будете говорить или я? А? Да, я могу говорить. Но лучше ты говори, потому что на тебя сопаться не можно будет. А потом она поговорит. Так. Ложечка такая интересная. Ложечка сидит древне, ждет от вас. Алло, Елена, доброе утро. Это Галина Загуляева из Потеряевки вам звонит. Вам удобно сейчас говорить? Елена, ну вот у нас сейчас решается вопрос, как вот с Викой-то нам поступить. Вы благословляете принять ее крещение здесь в Потеряевке и остаться в Потеряевке, еще отдыхать? В принципе, ее здесь мы можем оставить до 28 августа. Алло, Лен. Ну, ее покрестит, ее батюшка, как она? Детей крестит отец Аким и младенцев, она уж побольше девчонка. То есть вы не хотите, чтобы батюшка наш ее покрестил, да? Да, да, я поняла, Лена. Вас не благословили, чтобы вы не приезжали или чтобы крещение не принимали? Ну, у Вики-то не запрещено. Ну, это, конечно, ваше дело, Елена, как бы батюшка разрешает вашего ребенка принять крещение от его рук здесь в Потеряевке. Ей запрета никакого нет. Поведение она, девочка, у вас хорошее. Нет запрета быть в Потеряевке вот с нами, с детьми. Поэтому как бы все двери для нее открыты. Осталось только слово за вами. И вот тут Вика с вами хотела поговорить. Я сейчас трубочку дам. Алло, мам. Громко себя сделайте. Привет, мама. Хорошо. Привет, Соня. Хорошо, мам. Да нет, я еще не хочу, но я скучаю по вам. Ну, я знаю, мам, как ты решишь. Ну, я даже, мам, не знаю. Хорошо. 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 Ну, все, пока, мам. Мы туда. Алло, Лен, ну, что вы нам скажете? Ну, вы же понимаете, ребенку 9 лет, конечно, она скажет, как вы решите. Поэтому мы вам... То есть нам Вику собирать и отправлять домой. Завтра же. Нет, ну, возможность-то будет тогда. Это возможность завтра. Мы найдем, конечно, с кем отправить. Но только смотрите сами. Ей здесь и хорошо. Ее здесь кормят. Она ухоженная, обстиранная. А то, что она плачет, это нормально. Она вас любит. Вы же мама ее. Она скучает. Это хорошо. Говорит о том, что у нее мама есть, которая тоже ее любит. Давайте мы так с вами постоим. Либо вы мне сейчас даете ответ, и мы собираем Викусю. Либо, ну, давайте подумайте, так, час-второй. В скайпе. И дайте ответ тогда Игнать Тихоновичу в скайпе. Проблемы с антролитом. Ну, ясно. Ну, смотрите, Лена. Решение в любом случае за вами, так как вы родители ребенка. Как вот скажете, мы так и поступим. Ну, смотрите, Лена, давайте тогда. Хорошо, хорошо. Это в любом случае решать, конечно, вам. Она здесь не решит. Она еще слишком маленький возраст, чтобы решать такие вопросы. Ну, тогда давайте. С крещением понятно. Вы будете принимать семейно там, в Барнауле. А теперь вопрос. Оставить на Вику здесь у нас в Потеряевке? Или привезти все-таки вам домой? Домой. Ну, поедут завтра молочники. И только завтра тогда и можем отправить. Все понятно, Лена? До свидания с Богом. Все, Лена, пусть собираешься домой. Ничего не можем сделать. Лена сказала, кто поедет, с кем можно отправить домой. Не понял. С кем можно? Лена, мама. Ну, чтобы ее отправили. Мы завтра и едем. Все это еще. Она уже в последний раз поужинает и до свидания. То есть это ущерб большую виду ребенку. Ну, вы слышали, что я говорила, что до августа можно оставить. Я еще могу сделать. Своенравный характер. Мы рады ребенку. На своем настоять везде. Во вред собственной дочери. Там никакого такого не будет. Я могу еще набрать и попроситься остаться. Это ты можешь сделать. Потому что мама тоже у тебя спрашивает. А ты, как, хочешь остаться? Ты снова забери. А ей передай. Нет, но если ты хочешь. Если ты хочешь. Ты хочешь остаться здесь? Ведь я у мамы спрашиваю. Она твоя родительница. А если ты хочешь, то ты можешь маме искать. Она может передумать и тебя оставит здесь. Мы обязаны тебя отправить домой. Думаю, тебе этого не будет еще, что здесь есть. Ни радости, ни бега, ни стесненной квартирки. Ты крепко проси мамы. Скажи, еще почти два месяца могу. Полтора месяца определенно. А сейчас пост закончится. Мы сейчас тут двором там будем. Алло, мам, а можно мне остаться здесь? В смысле она сказала ко мне? Не правильно. Мы сделали ли пусте, что могли вам. Мы только радуем тебе, чтобы ты здесь была. Ты хорошая девочка. Нигде ты нам ничего... Огорчения даже не доставила. Я не могу еще больше сказать. Мама сказала. Все. Садимся. Оставайтесь. Плоточки. Плоточки. У всех? Плоточки. Показывайте уголник, поточки. Поточки можно так ложиться. Если ты хотела чехнуть, раз и доставала. А то спрятан, но ты ее не найдешь. Это выграешься. Все, садись, не криси. Кто-то писал? Не, на либре ничего не кладется. Это чей-то? Я понял. Тихо. Аминь. Слава Боже. Виктор Николаевичу ремонтирует старай. А где Никита? Никита, если освободишься, сразу к Виктору Николаевичу. По очереди надо. Он оденет там очень трудно. Обязательно. Обязательно. А потом, молодец, освободишься, тоже пойди по очереди. Я ему сказал, не готовь себе домобильщик. Ходи у нас поел и все. В такой ситуации. Так что, если Михаил Николаевич придет, то у нас пускай питается. Нет, я сама буду встать. Ты только будешь на себя. Я прошу тебя. Так, давай. Она неприятность эту делу, и как бы, думая, может быть, нам, она не соображает, что неприятность только для нее. Работник-то какой? Маленький. А второе-то она получает все в полноте. Поэтому мы отпускаем с ожалением. Выключите головой. Так. Галя, не отвлекайся. Сели за стол, за стол. Или за стол, или не мешайтесь. Давай. Спасибо. Спасибо.